Жара под 40, но в беседке на берегу озера полно народа. Несколько десятков школьников со всего края, а также их учителя-географы, слушают лекцию о том, как сформировались горы и равнины Алтайского края. Летняя школа – проекта Алтайского отделения Русского географического общества. Место выбрано не случайно. Здесь ландшафт весьма разнообразен. Лес, озера, болото, реки. В доисторические времена, узнали ребята, на месте озера Красиловское протекал приток реки Бобровки. Бобровка сама сделала плотину, взяла ветер, взяла песок, передула с места на место, получилась плотина. А поскольку стоп прекратился активный, то вот эта вот долина реки стала потихоньку заполняться водой. И образовалось наше Красиловское озеро. Как это происходило, отчасти можно узнать, построив рельеф местности. Делают это по старинке. Транспортир, нитка с грузом, карандаш, блокнот. Словно настоящие полевые исследования. Ребята, которые приезжают к нам на летнюю школу, они нацелены на то, чтобы в будущем, если они планируют связать свою жизнь с географией, они были настоящими исследователями, путешественниками и стремились к полевым именно выездам. Небо над озером ясное, но поднявшийся ветер уже говорит о приближении холодного фронта. Почему после жары порой приходит гроза? Как по форме облаков определить изменения погоды? Этому и многому другому учит климатология. Случайных людей среди участников школы нет. Екатерина Молодецкая в будущем планирует заняться установкой ветряных генераторов. И для нее такие знания уже сейчас в необходимость. Так надо же знать, где дуют сильные ветра, где розы ветров, где дуют фены с моря. Надо же об этом знать, а не просто рандомно ставить их. Почти за пять дней плотной работы ребята, а также их учителя получили знания по геоморфологии, климатологии, почвоведению, а также основам выживания в дикой природе. Следующую школу географы планируют провести здесь же, ровно через год. Илья Кочетков при участии Екатерины Молодецкой и Романа Роскошного. Наши новости.